Город Ульяновск, нижняя терраса и неприметная улица Калнина. Даже сейчас, в 2018 году, здесь сохранился размеренный ритм жизни, в чем-то сопоставимый с деревенским. Именно отсюда начался путь Андрея Шокина к мировой известности. По словам Андрея, его детство не отличалось ничем выдающимся. Проходило именно в этом дворе. Сейчас, конечно, здесь много чего изменилось. И местные дислокации даже было. Дислокации не только тут, но и вообще, наверное, по всей нижней террасе, потому что были дети. Хотелось все мир расширить, мир расширить не только в рамках двора, но в основном здесь. Любимое занятие было – это песочница, играли в песок. А когда проходил дождик, это лужи, кораблики, все остальное. Родители строго-настрого запрещали ходить на крышу. Там она была, по-моему, даже деревянная, и когда по ней, если ходить топая, то всыпался потолок, побелка. И на крыше мы играли в карты, составили, значит, лавочки самодельные сделали, столик, играли в карты. На щелбаны помню Андрюха Чебиряев мне раздавал самые больные щелбаны, когда я проигрывал. Ну, вообще, это погреб. Мы туда кидали котят. О, он заброшенный. Ну, котят я туда не кидал, у нас был собственный погреб, где хранили картошку. Он вон там находится, кстати, он до сих пор еще жив и им пользуется. Нормальный, обычный погреб. Котят я туда не кидал. А может, я просто не помню. Сейчас мистер Вселенная вспоминает об этом с улыбкой, хотя 30 лет назад на Нижней была настоящая школа выживания. В 90-е умиротворенная Нижняя терраса быстро превратилась в криминальный и неблагополучный район города. Когда начался подростковый возраст, многие начали, ну, не многие, а все начали пить, курить, кто-то колоться, наркоманить. И преступность была очень жесткая, тут убийства кругом были. Отец-мать убил, там, сын помог, еще что-то. Но мне помог спорт, если честно. Начались фильмы, вот, первые видики пошли, фильм «Рэмбо» тогда меня очень впечатлил. А когда я увидел фильм «Терминатор», так это все, у меня сразу переключатель в голове сработал. Я сам себе сказал, что хочу быть другим, не таким, как все. И это сработало, и до сих пор работает. Не зря мы сравнивали Нижнюю террасу с небольшой деревней. Здесь все всех знают. Поэтому среди мальчишек было принято не выделяться из общей массы. А я же еще сделал тогда прическу, как у Арнольда. Поднял волосы вверх, обстыркал, сделал площадку. А они все равно у меня падали долгое время. Приходилось спать в женском чулке, чтобы волосы залезать назад. И вот это еще очень создало такой огромный контраст. Мало того, что я хотел заниматься, плюс еще эта стрижка, которых ни у кого вообще в школе не было. Да, я выделялся и выделялся в то время не в лучшую сторону, так скажем, не в мою пользу для себя. И вообще это еще больше внимания привлекало, негативного внимания. Но уважение появлялось, видно было, да. Но, тем не менее, насмешки не прекращались. Все равно старались зацепить как-то, уколоть еще что-то. Давай, раз ты сильный, подними вот это. А ты сможешь поднять вот это. А ты сможешь вот это или это. То есть, всячески все равно пытались придраться и проверить, унизить, что ли. Ну, было такое, да. То есть, все равно надо, несмотря ни на что, продолжать свое дело? Обязательно. Это как раз-таки, как ты и говоришь, пружина. Если вытерпеть все это, чем тебя сильнее сжимают, тем больше потом будет отдача. Как признается Андрей, не обошла его стороной и характерная черта общества 90-х. Мальчишки неизменно обзаводились кличками или, как тогда говорили, погонялом. Шокин получил нетипичную кличку «Станок». Ну, кто-то, кого-то сразу на автомате придумывалось. А мне посчастливилось так, что мне сказали, выбирай сам себе кликуху, либо мы тебе придумаем. Ну, я думал, думал и представил себе кузнечный. Я почему-то представлял себе кузнечный пресс, который все может раздавить при условиях нажатия на кнопку определенную. И вот благодаря этому, этой мысли, наверное, придумалась такая... Станок. Станок ухо, да. Но меня потом называли станок с железославом. Надеюсь, бритвенный станок. А у меня там в голове был другой пресс. Как признается Андрей, именно все невзгоды и препятствия, которые возникали у него на пути, как раз и давали энергию для дальнейшего развития. Что, вот он? Первый турник, я понимаю? Да, это самый первый турник, на котором я начал свои занятия. Что, слабо сейчас подтянуться? Тогда-то дрищ был, один раз протягивался. Да нет, сейчас тоже потяните. Вспомню, прикоснусь к родному железу. Ну, я на количество не буду. Ну, так просто. Вот, могу с задержкой. Вот ноги видны, да? А, в школе же все хитрили, да? Ногами рывок делали, чтобы потянуться. Вот так. Это я так могу 82 раза. Здесь еще был сарай. Да, сарай был, он сгорел, его сожгли. А еще была голубятня, где мне разбили нос из соседнего двора. Что, мы сейчас пойдем, замстим кому-то? Воевай, а они все сидят. Все сидят? Все сидят, да. Вот. То есть, вот, как говорится, хорошо, что занялся спортом, а то мог бы повторить такой же путь? Возможно, да, возможно было бы и так. Потому что мне как бы тоже хотелось иметь некое, чтобы было ко мне уважение. Я как-то пытался к ним приблизиться. Они говорят, давай покурим. Еще что-то я говорил, нет, курить я не буду. Ну, тогда ты не с нами. Я говорю, ну, значит, не с вами. Андрей с юности воспитывал в себе качество не идти на поводу у толпы. Он не боялся быть непохожим на других, идти против системы. Хотел вырваться из своего окружения и стать другим. Точно так же, как это делал его кумир Арнольд Шварценеггер. Да, 36-я школа, родная школа. Ностальгия, что ли? Есть такое. Хотя знаешь, какая ностальгия. Тут были, ну, если серьезно уж вспоминать, одни оскорбления, унижения. И вот это, она действительно была школой жизни моей. Не просто школой. А когда пришлось преодолеть такую тяжесть, чтобы потом взлететь. Наверное, так. А вот тот самый спортивный городок, где я занимался перед тем, как пойти в качалку. И как раз вот этот самый рукоход, который я долгое время не мог пройти. Когда я начал заниматься в карате в пятом классе, там давали хорошую физподготовку. Там целый час мы только отжимались, на руках ходили. Ну, там, брали друг друга за ноги и на руках ходили. Вот, после этого руки окрепли, и я уже смог пройти этот рукоход беспрепятственный. Туда и сюда, потом уже три по три раза ходил. Изначально нет, изначально вот. Сейчас скажу даже, вот досюда мне хватало, едва сил хватало, дойти и все. А дальше была еще выше, я пройти не мог. В 90-е у детворы не было интернета, компьютеров и прочих современных развлечений. Поэтому игры придумывали себе сами, зачастую небезопасные. Но это было счастливое детство. И Андрей с улыбкой вспоминает о нем. Крыши, когда не было, по-моему, все построили, крыши не было. И вот здесь кирпичи. Есть, стояли ригеля, ригеля от одной стены до другой. Я не знаю, как тогда не было страха. Там не было, ну, пола не было, вот эта высота и ригель. И мы вдвоем вот так, или втроем. На старт, внимание, марш. И кто вперед добежит до другой стены. Вот по такой вот узкой этой штуке. Я вот сейчас, как вспоминаю, у меня ноги прямо аж это ватные становятся. Столб, но поручень, знаете, сняли. Вот один был потоньше, значит, поручень, чтобы руки могли обхватить. Потом средней толщины и еще один толстый поручень, по которому вообще было забраться невозможно. И, по-моему, даже я и тоже не лазил по этому толстому порученью. А это в освещении фонарь? Нет? Слушай, ты мне историю портишь. На самом деле он стоял немножко, где-то здесь правее или левее. Но так как его вообще нет, я решил... Показать на этом вдруг прокатит. Да, вот так вот. Я хотел показать, в чем был прикол. Это было наше самое, прям, вот, действительно большое развлечение, где тут, правда, ребята и падали, и голову расшибали, но смеялись, конечно, от души. Нужно было идти, закрыв глаза руками, или там, ну, просто завязали. Идти, вот так вот, значит, да. А ребята, которые вот тут стоят, они здесь на ногах стоят, чтобы он их не коснулся, проходящий, чтобы, ну, ведущий не коснулся. С кого он коснется, тогда тот будет, значит, ну, он мается, да, получается, мается. И он ходит. И вот вся веселуха происходила здесь. Помню, пару раз ребята падали, разбивали голову себе. Но потом, когда мы понимали, что в больничку вести не надо, ржали. Все равно ржали. Хоть это было. Мозг был направлен на то, чтобы самим найти себе развлечение. Из ничего практически. Да, 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 совершенно верно. Да раньше мы сходу все это выдумывали. Сейчас, наверное, ребята такого не догадаются, наверное, даже. С своим интернетом. А когда Андрей подрос, то, конечно же, начались активные знакомства с девушками. На нижней террасе это происходило в особом месте. На дамбе. Ну, а это, так скажем, дорога счастья, когда вся нижняя терраса, все жители ходили туда на прогулки. Это был своеобразный, ну, мы так его называли, Бродвей, да, где можно было познакомиться с девчонками, погулять с ними, пообщаться. Ну, а дальше, как куда кривая выведет. А что еще надо было для счастья в те времена, да? Ну, да, в общем-то, да. Общение, общение, живое общение. Андрей Шойкин, несмотря на мировую известность, остается очень открытым и доброжелательным человеком. А еще он своим личным примером доказывает, что любая цель достижима. Даже если обычный мальчишка из неблагополучного района мечтает стать таким же, как Арнольд Шварценеггер. Как любит повторять Андрей, путь в тысячу миль начинается с первого шага. «Главное – его сделать, невзирая на то, что все и все против тебя». From Russia, Андрей Шоган!